Короче, в любой момент на Земле может произойти масштабная катастрофа. Ядерная война, падение астероида, смертоносное землетрясение и так далее. В результате этого происшествия могут погибнуть не только люди и животные, но и многие виды растений. Последний фактор способен привести к тому, что уцелевшим людям не будет хватать еды. Что же делать в такой ситуации? Как выжившие смогут восстановить планету после ужасной катастрофы? Ученые уже давно занимаются этим вопросом, и прямо сейчас на нашей планете существует множество хранилищ семян растений со всего мира. В случае крупной катастрофы сохраненные семена можно будет излечь из контейнеров, посадить и восстановить при помощи них растительный мир. Самое крупное хранилище семян судного дня расположено на норвежском острове Шпицберген. Первое в истории человечества хранилище семян было создано в 1920-х годах российским ботаником Николаем Ивановичем Вавиловым. Оно располагалось в пригороде Ленинграда и пополнялось в результате экспедиции в разные страны мира. Читается, что к 1940 году в коллекции семян насчитывалось до 250 тысяч образцов. За этой коллекцией тщательно ухаживали даже во времена Великой Отечественной войны. 12 сотрудников умерли от голода, но ни одно зернышко не пропало. В 1976 году в России был создан Кубанский генетический банк семян. Считается, что в нем хранится 260 тысяч образцов 250 культур растений. Большая часть коллекции активно пополняется и хранится при температурных режимах от минус 18 до плюс 4,5 градусов Цельсия. Другая часть семян используется для исследований. Самое крупное и известное хранилище семян в мире располагается в Шпицбергене. Это обширный полярный архипелаг, который находится на территории Северного Ледовитого океана в самой северной части Норвегии. Строительство Всемирного банка семенохранилища было начато в 2006 году и завершено в 2008 году. Проект финансировался правительством Норвегии и обошелся в 9 миллионов долларов. Остров Шпицберген был выбран для возведения хранилища семян потому, что он находится далеко от цивилизации, но при этом оснащен дорогами для тяжелого транспорта. К тому же там очень холодно, что является очень важным фактором для хранения семян растений. Сооружение оснащено большими воротами, которые могут выдержать даже самые мощные взрывы. Самохранилище находится на глубине 120 метров. Там есть три больших зала, которые могут вместить в себя до 2,25 миллиардов семян. На данный момент коллекция включает в себя 900 тысяч образцов, поэтому для их хранения достаточно и одного помещения. Семена помещены в запечатанные конверты, которые дополнительно помещены в многослойные пластиковые пакеты и контейнеры. Образцы хранятся при температуре минус 18 градусов в условиях с низким содержанием кислорода. Считается, что совокупность этих факторов максимально снижает обмен веществ и увеличивает срок годности семян. Для поддержания низкой температуры используются холодильники, которые работают на угле. Считается, что даже если эти холодильные установки сломаются, в помещениях потеплеет до плюс 3 градусов только через несколько недель. И все потому, что хранилище построено в холодной части нашей планеты. Напоследок стоит напомнить, что в будущем похожее хранилище планируется построить на Луне. Внутри внеземного склада ученые хотят хранить гены животных, чтобы иметь возможность возродить их в будущем в случае всемирной катастрофы. Но это очень сложный проект, который потребует запуска огромного количества космических аппаратов. 20 тысяч лайков под этим видео и я расскажу о складе с генами животных на Луне. Субтитры создавал DimaTorzok